это пиздец просто без слез не пишешь никак ребятки это табак brothers вы понимаете да так вот давайте собственно сегодня попробую я вам рассказать что это вообще за продукт что об этом продукте я думаю и как он курится начнем наверное с вот такого вот крутого охуительного бокса это получше всяких 15 тысячных боксов это охуительный пакет с охуительным логотипом и это реально охуительно погнали дальше что у нас есть ребятки у меня есть две чашечки в одной чашечке микс в одной чашечке соло вкус а что касается микса я решил немного поизвращаться и сделал микс чисто из названий да давайте смотреть что у меня есть за название у меня здесь есть bdsm джонни синс и гэнгбэнг поэтому в этом коляне у нас забит bdsm гэнгбэнг вечеринка с участием джонни синса да и поэтому такой маленький конкурс на 1000 рублей лично от меня ксле напиши под этим видео любой интересный комментарий где есть ключевые слова джонни синс гэнгбэнг и bdsm и чей комментарий будет самым смешным по моему личному мнению в следующем видео я его озвучу и автору переведу 1000 рублей на карту а теперь давайте маленькой предыстории как я вообще познакомился с этим продуктом и почему у меня такой конченый блять пакет дело было на выставке hugo club show которая была недавно и там я проходил по каким-то рядам смотрел кита продукты какие-то стенды и ко мне подходит то ли промоутер то ли какой-то их не менеджер непонятно и дает мне брошюрку с их ним продуктом типа приходите к нам на стенд я когда беру эту брошюрку я на нее смотрю и думаю блять нахуя сюда пригласили промоутеров какой-то питерской дрочильни неужели наша кальянная культура настолько подсела под ручки блять что это сейчас актуально на данной выставке а только лишь потом я догоняюсь что это сука табак и они приглашают этими брошюрками через промоутера к себе на стенд охуительная история а теперь что касается почему здесь такой сдрачной пакет реально как будто после дрочильни тебе все твои извержения вот так вот собрали и сказали блять на забери свою сперму с наших матрасов блять все очень просто просто ребята находятся в ростове-на-дону и соответственно они просто мне привезли в каком-то самом обычном пакете свои свою продукцию и просто поставили логотипа чисто по угару то есть могли привести в коробке могли привести в пакете из-под пятерочки но привезли в крафтовом пакете типа экология вся хуйня быстро разлагается и так далее не пласть а давайте часах проверим курнем чтобы они у нас не перегрелись тут у нас микс а тут у нас соло вкус а сука на пляже называется охуительная скажу ну по крайней мере мне сейчас понравилось то есть ну прикольно курица но чуть более детальнее расскажу попозже теперь что касается самого продукта его упаковки и прочего досмотрите ребятки он фасуется вот в такие баночки по 50 грамм и судя по наличию на сайте грубо говоря у них есть еще и 200 граммовые банки как 200 граммовая банка выглядит я не в курсе я не вижу но знают цену 50 граммовой баночки rrc равна двести восьмидесяти рублям примерно опт конечно же ниже да так есть у этой баночки есть минусы она дана акции зная все дела у нее здесь хорошо читается название и и как бы видно да там на прилавочке где-то еще но есть маленький минус а это сама банка я вам сейчас примерно продемонстрирую смотреть об открылась я надавил она открылась и внутри нет никакого нахуй пакетика реально просто положили табак поэтому здесь с упаковочкой нужно поработать нужен пакетик а еще в комплекте в этом охуевшим боксе был вот такой вот мундштук на этом собственно все теперь давайте поговорим о нашем продукте в целом как он курица какой у него состав как выглядит табачный лист и прочее я вам скажу так а сама табачка внутри баночки которая не очень достаточно хорош хорошо вымочена имеет хорошую консистенцию который очень приятно выкладывать в чашку и курица это на самом деле тоже очень здорово микс получился очень яркий прям вот супер супер вот прям вот реально как будто это какой-то сплошной моно вкус но при этом он очень разнообразный а вот что касается реально моно вкуса секс на пляже твой секс на пляже бля привет привет старбас блять вот здесь немного скучновато немного беловато и немного в 1 ватам поэтому скорее всего я просто выбрал неудачный вкус а неудачные вкусы у ребят к сожалению есть грубо говоря из 20 вкусов два вкуса будут неудачные что на запах что на курение еще такой маленький момент ребятки вот чисто ради интереса я даже специально сейчас снизу ссылочку приклею к их нему сайту зайдите посмотрите вот помните я вам говорил рассказывал историю как я первый раз познакомился с табаком и это брошюрка как будто с дрочильни санкт-петербурга вот если вы на сайт примерно зайдете у вас будет дикое желание найти здесь вкладочку услуги цены и галерея девочек вот прямо реально вот прямо в реально думаешь где блять эти телки где фотки тела для какие мастера там работают блять сайт максимально интересный я знаю что ребята ищут дистрибьюторов своей своей продукции и я скажу так если вы решите брать этот продукт на дистрибьютор своим заниматься то вы не прогадаете потому что табак как минимум на курение очень интересный он 1 мягенький на начале старта курение вы не чувствуете никаких потусторонних ароматов сразу идет вкус и сразу очень приятно по крепости примерно средний чок чуть ниже но очень очень приятный во время курения что касается жаростойкости ребята пишут что он жаростойки но я вот таким ритмом курения на обзоре где я больше говорю чем курю я начинаю чувствовать как он перегревается то есть это не максимально критично это не тогда когда ты не можешь им затянуться когда он перегрелся просто становится немного тяжело курить и охота вот прям вот так сделать то есть это с одной стороны хорошо потому что чувствуется крепость если ты хочешь покрепче ты блять можешь попросить чтоб тебе его перегрели либо чтоб ты его сам перегрел если хочешь упороться поэтому в плане этого все окей из негативных моментов которые я вот прям незамедлительно озвучил это конченая баночка по моему мнению не очень ликвидная тара такая да не очень удобная и не очень мобильная возможно которая принесет какой-то убыток в дальнейшем еще из минусов это название бразерса так как я понял вот такая загугли вообще официальный сайт бразерс так я знаю что бразерс канадская компания да 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 то есть по неймингу идет полное совпадение буква в букву нежели чем сам логотип но это уже похуй да главное что буквы все совпадают и это может в дальнейшем принести какой-то большой неприятный иск когда ребята станут вдруг популярны их не продукт реально закатит большинство в россии и европе его там могут начаться проблемы в целом скажу про табак так не обращаем внимание на нейминг и не обращаем внимание на баночку и все заебись и на этот пакет в которой охота блювануть тоже не обращаем внимание курица все максимально а еще кстати было бы прикольно если бы табак бразерс можно было использовать как смазку с разными вкусами поэтому ребятулечки этот табак бразерс а если увидите где-то его на полочках магазинах то обязательно попробуйте какие-то вкусы и если у вас есть свой магазин либо интернет магазин то ребята ищут дистрибьюторов поэтому чекайте к ним на сайт заодно посмотрите как выглядят охуительные сайты дрочильни и санкт-петербурга пока пока реально блять дрочильня какая-то но табак вроде норм а 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